урожай двое по 300 рублей заработали сломались от жары а я борщу думаю не наше поколение покрепче был то есть когда я был ребенком нынешние дети уже другие слабее все кто вырос в памперсах это уже не то сожалению никто не понимает этого сейчас секунда привет настоящий генерал знаете я с кем реплика сравнивать только у меня когда-то в царское время был председатель союза садоводов император это нет не так императорского общества садоводов генерал раевский генерал вот и однажды в статье которую александр ребрик будучи главным редактором напечатал ну вот есть же настоящий редактор он есть перед нами вот меня горжусь тем что он сейчас с нами он взял и напечатал статью кандидата новых тогда но очень авторитетный запомню только меня ранний камп такая немецкая фамилия а я когда-то рассказывал на это было давно конечно кто не видел кто не запомнил я фотографию это я просто взял страницу из вашего журнала и сфотографировал и там написано так а вот ранний камп наш современник который видит что действительно в саду у железова это я в вашу пользу говорю что есть еще среди нас настоящие эти только вам в этом статью председателем академии наук или как-то президентом так вот он напечатал так в своей статье а вы напечатали а он написал статью в середине статьи фраза а вы перед этим статью написали про ликтативную организацию а фраза такая у него она историческая когда требуют скорых изучать а вот генерал раевский тот самый председатель императорского общества не согласился бы железовым заметьте не он сказал я не согласен он у нас современник а вот генерал раевский это авторитет еще из авторитетов книги значит великолепный сад но у него сад то был где а у него сад был один херсонской области а вторых крыму вот и ник сколько он этих привод не делал не делал не делал и никогда у него по двое из привод не переходили приводить с подвоем не переходили если бы я железу в крыму у меня то же самое не было бы никаких вегетативных гибридов еще раз спасибо а 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 вот а roots а и и условием это закон сопротивления почек железного но он открыт в двадцать первом году они света это два по двое первое должны находиться на границах на не так на крайних ступенях противоположных революционной лестнице самый дикий подвой самый культурный приводит и дальше несколько поколений 2 на 3 не по не так принято 1 на 2 1 на 2 1 1 на 2 хоть его хоть тысячи лет ничего не изменится а с первого на второе веточка со второго на третье вот при этом еще раз говорю закон сопротивления почек и все все это взять новое качество переходя всем генную память генную память то есть это настоящая генетика это настоящая садоводство это продвижение на север вот ради чем мы с латинковым жили вот ради чего я когда-то не выдавал в руку на моей на могиле напишите вот эту фразу из это из как там было надо же я придумал хотел повторить я чуть ли не прощаюсь с вами но хорошая была хода так примерно и нет сейчас помню она не будем могу сам поехали я просто посмотрел вашу фамилию увидел вот так саду сеть поэтому я сразу это снимаю перед вами шляпку ну такое напечатать дать мне такой шанс чтобы сказать что вот она наука и вот она это отсидеться сторонке сказать вот девятнадцатом веке вот генерал вот он председатель императорского общества садовода а сам-то ты скажи тараников ты это согласен нет что в сибири растут чудеса невозможные а еще благодаря вам александр русич крепких вот он среди нас я называю свадебным генералом потому что обычно обязательно любой компании должен быть генерал слово свадебный не в обиду сказано а с восхищением так поехали ольга подмосковье раменская до 47 лет от москвы привет ольга железов юрий привет здравствуйте жамалдинов всем садоводом здоровья тоже вам олег и же в добрый день леонид бухтияров всем привет но опять на месте вы хоть раз пропустили они ольга добрый вечер елена гречихина добрый вечер ольга звук постоянно отключается мы начали вебинар это только разминка но это видимо самом начале было я надеюсь дальше ольга слышали арсен кострома всем доброго дня извините отсутствие присутствует не могу должен работать так елена уржумова добрый вечер всем здравия вера нижний новгород приветствую семена алтай паева так здравствуйте коллеги привет семена вера нижний новгород спаре гостиниц какое расстояние лучше оставить между абрикосами чтобы сад не было слишком загущенным сейчас растут ваши сеянцы через 50 сантиметров смотрю ну нижний новгород что я скажу там при этом абрикосы жить могут поэтому давайте а для начала делайте чтобы между ними было допустим метр на метр и не будьте что загущение будет дело того что я не раз показывал свой загущенный сад он сразу мне становится маточный и начинает приносить деньги вот я показывал там у меня 4 нет 5 груш растет между ними метр вот такая кучка растут который год я режу и режу черенки я не даю ему расти вот уже загущение уже скоро придется парочку в это убирать вот чтобы между ними уже не метр было два вот еще пройдет время но он мне уже успел допустим я со всех них а это лучше один из лучших сортов называется космическая вот их 5 деревьев каждый дает от 3 до 8 черенков ну пусть 5 25 каждый год они мне последний год допустим где-то они мне дали ура две-три тысячи рублей со всех а пока другого не мешает да между ними метр носит я не даю за счет сильной обрезки это маточный сад если вы не собираетесь использовать как маточный сад так тогда вы делаете полтора-два метра между деревьями дальше должна проявить природа лучшим делом дошли до плавношения они все разные если вы не как что такое 351 значит у вас не саженцы на свой послал осенцы то есть и скотки косик много когда не жалко вы фактически вступаете в ряды селекционеров вот между ними метр на метр на метр если небольшой участок не обязательно трактор заводить правильно тогда получается следующее значит ждете выражая и увидите раз и скотки какие-то вам понравились какие нет вот тогда еще не поздно какие-то пересадить например хуже растет вот посадили все вот остальные посадили посадить а лишнее вы копали но оставили метр на метр примерно метр на метр на метр не надо точная планировка не обязательно и ждете плана ношения дождались а а к тому времени один мощно идет навсегда а рядом действительно вот он метр рядом он два раза уступает и он попадет под тень ему делать нечего ну вы копаете ну пересадите но это все не сразу а вы или дождитесь урожая а потом чудеса бывает а вы на этом плоды 20 грамм а на том помните я показывал фотографии вот ладно я надеюсь достаточно сказал вот и поняли причем и вот когда садишь сеянцы это еще не факт что через 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 50 сантиметров они будут пожеже а вот если у вас уже они 30 50 сантиметров они уже выросли уже живые уже растут ну пересадите часть так вы знаете сегодня мы хорошо пара трудились всего два часа и мы с вами заканчиваем этот разговор надеюсь разговор полезный был может я правильно сделал что сократил и все мы полудохлые к этому времени молодежи среди нас мало сами знаете вот молодежь сюда не приходит вот самое страшное что молодежи сады не нужны как это случилось вот так случилось надо чтобы вольно-невольно как-то их заманивать сады да и не только детей и взрослых и стариков как последний этот самый шанс продлить жизнь сад это последний шанс продлить жизнь было бы не 50-60 я бы не мораться в том я бы вам голову не морочил но в 74 года я имею право так говорить до свидания друзья не забывайте заказать семена в каталоге видите за 23 год написано все друзья заканчивается лавочка вот так что давайте заказывайте пока дешево помните мой последний фильм как называется налетай подешевела вот на этом я лучше всего по ватсапу общаться очень удобная штука он не заменил гостевую книгу когда-то гостевая книга была самая как говорил латинков покойный сердце у небесное когда был живой самый интеллектуальный сайт в россии правильно так было а теперь он молчит все перешло на ватсап но не зря удобнее до свидания друзья спокойной ночи сибирикам спокойной ночи и хорошего отдохнуть вечером жители европейской россии дорогу дорогу Бог сконковний ем Продолжение следует...